Мы едем на лебединое озеро. На самом деле оно называется Озеро Светлое, но из года в год сюда зимой прилетают лебеди. Это лебеди-кликуны. И уже за 100-200 метров до озера слышен их клич. Лебедь-кликун держит шею ровно. Не выгибает ее, в отличие от лебедя-шипуна. Вес лебедя-кликуна от 7 до 13 килограмм. У лебедей 25 тысяч перьев. А шея по длине, как туловище, а клюв, как голова. Здесь на озере примерно полторы тысячи лебедей. Они прилетают сюда в конце октября и зимуют здесь. До апреля образуются пары, и уже пары улетают в Салихар. А потом на следующий год они прилетают сюда с потомством. Молодые пары формируются на зимовках, а старые не распадаются. Лебединая верность. Вот такая красота тут. Как все зависит от погоды и от времени дня. Я была здесь всего два дня назад, и был сплошной туман. Озеро парило, и лебедей было едва видно. Густой туман укутывало озеро. А из тумана слышны клики лебедей. Официанты, знака, дорожка, лебеди, красота! А эта пара встала на крыло и делает почетный круг. Серенькие птенцы, а те, у кого только головки серые, это уже подросшие птенцы. Птенцы третьего года. Подростки уже вполне самостоятельны, но держатся все-таки рядом с родителями. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот такое прекрасное зрелище на закате, на озере Светлое, в советском районе Алтайского края. Озеро! Оно же лебединое! Лебеди отстаивают свою территорию и случаются ожесточенные стычки. Не смотри на мою подругу! Лебедь жестокая птица. Ударом крыла лебедь может сломать человеку руку. Прекрасные лебеди! Сколько легенд и сказок про них сложено! Субтитры создавал DimaTorzok. Лебеди прилетают сюда на зимовку. Таких мест в России всего два. В Салихарде они проводят лето и весну, а зимой в Алтайском крае. И создают пары. И создают пары. Сейчас минус пятнадцать, а перед нами по парящему озеру плавают лебеди. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще здесь много уток. Коричневые головки это девочки, а зеленые мальчики. Не затоптать, ребята! Не затоптать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пока люди есть на мостках, лебеди в ожидании кормежки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но все-таки они все время ждут угощения. А люди подкармливают их зерно. Но вот большие кормления бывают всегда в разное время, чтобы лебеди не привыкали. Когда лебединый папа, а это Владимир Николаевич Никулинский, подъезжает к озеру, лебеди устремляются к мосткам, предчувствуя большое кормление. И, наконец, все разошлись. А я одна стояла на мостике и созерцала эту белоснежную красоту. Вот тут-то и началось действо. Наверное, немало водоемов, где можно увидеть лебедей. Но вот так, чтобы зимой на незамерзающем озере, которое подпитывается все время ключами, прилетало полторы тысячи лебедей на зимовку. Вот такое зрелище увидеть непросто. И таких мест в России всего два. Сейчас минус пятнадцать, а перед нами по парящему озеру плавают лебеди. Я смотрю и не могу на них насмотреться. Все замерзли и разошлись. Пора возвращаться в Белокурихо. Вот такой замечательный вечер подарила нам природа. И озеро светлое. И лебеди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok